Беседа 35, Бытие 14, 1 Великое благовозлюбленное чтение Божественного Писания. Оно умудряет душу, оно переносит ум на небо, оно располагает человека к благодарности перед Богом, оно не допускает его пристраститься к чему-либо настоящему, оно заставляет ум наш постоянно обитать на небесах, побуждает нас делать все в надежде на воздаяние Владыки и стремиться с величайшей ревностью к подвигам добродетели. Здесь-то, в Писании, можно хорошо узнать, как скорна помощь нам промысл Божий, узнать мужество праведников, благость Владыки и обилие воздаяний. Им-то можно возбудить себя к соревнованию и подражанию любомудрых и доблестных мужей и не дать себе ослабеть в подвигах добродетели, но твердо полагаться на обитование Божие и прежде их исполнения. Поэтому, прошу, будем заниматься чтением Божественного Писания с наибольшим чтением. Таким-то образом мы приобретем и знание его, если будем постоянно обращаться к тому, что в нем содержится. Невозможно, в самом деле, чтобы тот, кто с усердием и всяким усилием занимается Словом Божиим, был когда-нибудь оставлен Богом в пренебрежении. Напротив, если и нет у нас наставника, человека, то сам Господь, проникая в сердца наши, просвещает ум, озаряет смысл, открывает нам сокровенно и таким образом бывает для нас наставником в предметах, неведомых нам. Лишь бы только мы хотели сделать то, что от нас зависит. Не называйте, говорит Писание, никого учителем на земле. Так, когда мы возьмем в руки духовную книгу, то есть сосредоточив свой ум, собрав мысли, удалив от себя житейский всякий помысл, будем таким образом совершать чтение с великим благоговением, с полным вниманием, чтобы быть достойными руководиться Духом Святым, в разумении написанного, и получить отсюда великую пользу. Вот и Евнах, эфиопский царица и наплеменник, даже в то время, когда с таким великолепием несся в колесницы, не пренебрегая чтением Писания, но держа в руках книгу пророка, прилежно читал ее, хотя и не понимал того, что в ней содержится. Но так как он употребил с своей стороны все, старания, усердия, внимания, то и получил руководителя. Подумай же, прошу, как много значило то, что он не пренебрег чтением Писания, даже во время путешествия, и при том, сидя на колеснице. Да слышат это те, которые не хотят делать это и дома, но думают, будто чтение Божественного Писания, для них излишне. И будто им неудобно заниматься прилежно этим чтением, потому, что они ведут и брачную жизнь, и обязаны воинскую службу, и лежит на них забота о детях, попечении, о слугах, о других вещах. Вот Евнух, человек иноплеменный. Того и другого довольно было для того, чтобы вернуть его в совершенную беспечность. А к этому еще присоединялась великая знаменитость, огромное богатство, и то, что он был в дороге и несся в колеснице, ведь не совсем удобно, напротив, даже очень трудно, совершая таким образом путешествия, заниматься чтением. И однако же доброе расположение и великое усердие победили все эти препятствия. И он занимался чтением Писания. И не говорил того, что ныне многие говорят, я не понимаю того, что там содержится, не могу постигнуть глубины того, что написано. А зачем же мне попусту, понапрасну предпринимать труд, читать, когда у меня нет человека, который бы мог руководить меня? Ничего такого не подумал этот невежда языком, но любомудрый умом. Нет, помыслив, что он не будет презрен Богом, но скоро получит помощь свыше, если только сделает, что от него зависит, и что он может сделать, он усердно занимался чтением. Поэтому и человеколюбивый Владыка, видя доброе его расположение, не презрел его, не оставил без внимания, но немедленно послал ему наставника. Обрати же внимание и на премудрость Божию, как Бог попустил сначала ему сделать все, что от него зависело, а потом уж явил ему и свою помощь. Когда Евнух сделал со своей стороны все, то тогда уже явился ангел Господень и сказал Филиппу, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин Евнух, вельможа Кандаки, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Возвращался и сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Смотри, как обстоятельно рассказал нам это писатель книги, сказав, что это эфиоплянин, дабы мы знали, что он был иноплеменник. Говорит потом, что он вельможа и обречен был важным саном и великолепием, который приезжал, говорит, на поклонение Иерусалим. Смотри на цель его путешествия, которая уже достаточно показывает боголюбивое расположение души его. Вот какой совершает он путь для того, чтобы воздать поклонение Господу. Тогда ведь еще думали, что богослужение может быть совершаемо в одном деком месте, в Иерусалиме. Поэтому там и возносили свои молитвы, совершая для того отдаленное путешествие. Вот почему этот человек приезжал туда, где был храм, и где совершалось иудейское богослужение, чтобы воздать поклонение Господу. И когда он исполнил свое желание, Писание говорит, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал. 375. Потом Филипп, подошедшись к нему, и говорит, «Разумеешь ли, что читаешь, видишь, заботливую душу, которая и не разумея содержащегося в книге, занимается, однако, чтением, и охотно желает найти наставника, который бы вразумил ее. Апостол своим вопросом тотчас пробуждает в нем это желание, а что он был достоин получить руководителя к уразумению, содержавшемуся в книге. Это видно из самого его ответа. Когда апостол, подошедший к нему в бедной одежде, спросил его, «Разумеешь ли?», он не огорчился этим, не обнаружил негодования, не думал оскорбляться, что бывает со многими неразумными людьми, которые часто готовы навсегда оставаться в невидении, стыдясь сознаться в своем незнании и поучиться у тех, кто может их наставить. Но этот человек не был таков. Нет, он отвечает с совершенной кротости и уважением, обнаруживая тем состояние своей души. Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Мало того, что он отвечал с кротостью, нет, он не поехал далее, но еще и с ней, высказывая нам доброту своего нрава, от вельможей на племенник, везомый в колеснице, сказавший эти слова, пригласил человека по виду совершенно бедного, по одежде низкого, зайти в колесницу и сесть с ним. Видишь усердие его души, видишь великое его благоговение, видишь боголюбивую расположенность и на племенника, с каким он на деле исполнил слово некоего мудреца, который говорит, увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дома его, Сирахов 6.36. Видишь, как справедливо он не был презрен богом, видишь, как достойно получил помощь свыше, видишь, как он ничего не опустил, что следовало сделать ему самому, поэтому он, получив наконец наставника, в точности узнал смысл слов пророка и просветил свой ум. Видите, какое благо со вниманием и усердием читать божественное писание. Я для того и предложил вам рассказ об этом иноплеменнике, чтобы никто из нас не стыдился подражать Эфиоплянину, Евнуху, который не оставлял читать писание во время путешествия. Этот иноплеменник может быть учителем для всех нас и для тех, которые ведут частную жизнь, и для тех, которые занимаются военной службой и облечены знатностью, и вообще для всех, не только для мужчин, но и для женщин, не только для тех, которые живут в семействах, но и для тех, которые избрали монашескую жизнь. Все могут узнать отсюда, что никакое время не может служить препятствием к чтению Слова Божия, что не только дома, но и ходя по торжещу и совершая путешествия или находясь во многолюдном собрании, занимаясь делами, можно нам упражняться в этом чтении, чтобы, сделавши от нас зависящие, тотчас получить нам и руководители. Видя наше расположение к духовному знанию, Владыка наш не презрит нас, но подаст озарение свыше и просветит наш ум. Не будем же, прошу, пренебрегать чтением Писания, но понимаем ли содержащиеся в нем или не понимаем, во всяком случае, будем как можно чаще обращаться к нему. Постоянное упражнение в чтении напечатлевает неизгладимо в памяти прочитанное, и часто, чего сегодня мы не могли понять при чтении, то вдруг понимаем, снова приступив к чтению завтра, потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум. Но это мы сказали теперь о постоянном чтении Божественного Писания. А чтобы вы знали, что так же обыкновенно Господь поступает и во всем другом, то есть, когда мы сделаем, что от нас зависит, то и Он с щедростью подает нам свою помощь. И как поступил Он в отношении к чтению Писания, послав с великой скоростью наставника и на племеннику, точно так же поступает и желающему преуспеть в добродетели. Выслушайте нынешнее чтение. Но чтобы яснее для нас было это слово, не неуместно будет напомнить вам, что было с Патриархом и сегодня повторить сказанное вчера. И сказанного уже вы узнали, как Авраам за ту великую смиренномудренность, какую показал он по отношению к Лоту, уступив ему лучшие места, получил свыше великую награду, приняв обетование, которое во много раз превосходит заслугу его. Посмотрим же наконец из нынешнего чтения снова на добродетель праведника, чтобы, идя таким образом вперед, узнать нам неизреченные Божие о нем попечения. Бог каждый раз предоставляет прежде самому Патриарху обнаружить боголюбивое расположение души своей, а потом уже и от себя дает ему награду, желая примером его любомудрия, вразумить всех нас, чтобы и мы, подражая Патриарху, старались прежде сами прилагать усилия к подвигам добродетели, а потом ожидали наград от Бога 377. Во время уже предложить нам самое нынешнее чтение. Оно почти не требует и объяснения, но довольно только прочитать самые слова, чтобы показать высоту добродетели праведника. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ореха, царя Илаксарского, Кедролавмера, царя Иламского и Сидава, царя Гаимского. Пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гаморского, Шинава, царя Адмы, Шамевера, царя Сиваимского и против царя Белы, который есть Сигор. Все соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Двенадцать лет были они в порабощении у Кедролавмера, а в тринадцатом году возмутились. В четырнадцатом году пришел Кедролавмер и цари, которые с ним и поразили Рифаимов, Вашетеров, Карнаими, Зузимов, Гамми, Имимов, Шаве, Кириаф, Аими. Посмотри на точность Писания. С какой оно упомянуло имена и царей, и народов, это оно сделало не без причины, но для того, чтобы ты из самых вещей узнал их варварские свойства. Они, говорит Писание, сделали войну с царем Содомским и с другими царями, потом показывает и самую причину, по которой война была начата. Не пройдем, возлюбленные, сказано, без внимания. В той мысли, будто это повествование совершенно бесполезно. Божественное Писание обстоятельно рассказало нам обо всем, с той именно целью, чтобы мы узнали силу этих варваров и какое они оказали мужество, с какой быстротой устремились на брань, так что поразили даже исполинов, то есть людей сильных по телу, и покорили все народы, жившие там. Как сильный поток, стремлением своим увлекает и разрушает все. Так и эти варвары. Напав на все те народы, почти всех их истребили и поразили князей Амалититских и всех прочих. Но может быть кто-нибудь скажет, что мне пользует, если я узнаю силу варваров? Не просто и не без цели Писание вело это обстоятельство в свое повествование. Не напрасно и мы предварительно предлагаем вам теперь узнать их мужество. Но для того, чтобы с продолжением поучения вы познали великую силу Божию и добродетель патриарха. Так напротив этих-то людей, имевших такую силу и рассеявших столько народов, говорит Писание, вышли они на войну. И возвратившись оттуда они пришли к источнику Мишпад, который есть Кадес и поразили всю страну Маликитяна и также Амареев, живущих при Хацос по Маре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адма, царь Севаимский и царь Белый, которые есть Егор и вступили в сражение с ними в долине Сидим. Кеддор Лаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синаарским, Орехом, царем Элоссарским. Четыре царя против пяти. Потом, чтобы мы знали, что эти цари, ужаснувшись мужества и могущества своих противников, обратились в бегство. Писание и говорит В долине Засидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившиеся в бегство, упали в них и остальные убежали в горы. Видишь, какова сила этих людей, как одним вилем своим они навели на врагов ужас и обратили их в бегство. Смотри же, как они по обращению всех в бегство захватили без всяких препятствий все, что у них было и возвратились домой. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврама, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. Вот о чем я говорил вчера, а то ныне и сбылось на деле. Лот нисколько не получил пользы от выбора лучших мест, но самым делом научен был не искать лучших мест. Не только ему не было от этого никакой пользы, но вот еще он сделался пленником и узнал на опыте, что гораздо лучше было бы ему жить вместе с праведником, чем отделившись от него и живя на свободе испытать столько бедствий. Вот он отделился от патриарха и думал пользоваться большой свободой, владеть лучшими местами, жить весьма богато, и вдруг сделался пленником, бездомным, лишенным своего крова, чтобы ты знал, какое зло раздор и какое благо согласие, и что лучше не гнаться за большим, а любить уничижение. Взяло, говорит Писание, лото и имение его. Во сколько раз лучше было бы для него жить вместе с патриархом и потерпеть все, лишь бы только не расторгнуть взаимного согласия, чем отделившись от него и выбрав себе лучшие места, тотчас подвергнуться таким опасностям и подпасть подвига иноплеменников. И взяли лото, и пришел один из уцелевших и возвестил Авраама, еврея, жившего тогда у добра в Мамре, а Мария, и на брата Ишколу и брата Анеру, которые были союзники Авраама. Почему патриарх сам не узнал о возникновении такой войны? Вероятно, между ним и местом битвы было большое расстояние, поэтому он и не знал «Пришли и возвестили Аврааму». Писание говорит так, чтобы напомнить нам, что эта весть сообщена была Аврааму, переселившемуся из Халдеи. Так как жилище имел он по ту сторону реки Евфрата, то и назывался пришельцем. Такое наименование дали ему родители еще с самого начала, предзнаменуя тем его переселение оттуда из Халдеи, так как ему надежало перейти через Евфрат и идти в Палестину, то и назван он Авраамом. Смотри, как родители даже неверны и сами, не зная по руководству высочайшей премудрости Божией, дали такое имя своему сыну, как и Ламех, Ною. Это дело Божие человеколюбие, что он часто и посредством неверных за долгое время предвозвещает божие. Пришел, говорится, один из них возвестить Аврааму, пришельцу, еврею, жившего тогда у Дубравы Мамре, о племяннике, о великом могуществе царей, о разорении Содома. А он в это время, услышав, что лод сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318, и преследовал неприятелей до Дана. Иной, может быть, стал бы здесь доискиваться, почему из всех обратившихся в бегство содомлян, один-таки праведный лод отводится в плен. И это не просто и не без причины, но чтобы лод в самом деле узнал добродетель патриарха, и через него спаслись бы и прочие жители Содома, и чтобы лод научился не искать лучших мест, но довольствовался меньшим. Послушаем же, что было потом. Дабы познать и добродетель праведника, и несказанное содействие ему Божие, только выслушайте, что вам будет сказано со вниманием и напрягите ваш ум. Отсюда можно получить много пользы, и во-первых, из случившегося с лодом можно научиться не смущаться, если иногда праведные впадают в искушение, а нечестивые и злые издвигают их ни в каком случае не искать первенства и ничего не считать драгоценнее сожития с праведным. Например, хотя бы и нужно было жить в рабстве, только бы вместе с добродетельными мужами почитать эту жизнь полезнее жизни на свободе. А затем можно отсюда узнать крайнее незлобие патриарха, его необыкновенную любовь, великое мужество, презрение к богатству и неизреченную силу Божию. И услышал Авраам, что лод сродник взят его в плен, и, разделившись на Павла них ночью, сам и рабы его и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. Подумая здесь возлюбленный о доблестном мужестве праведника, как он, положившись на силу Божию, не убоялся могущество врагов, когда узнал о сделанном ими поражении, как, то есть, они сначала восстали против всех народов, одолели Маликитян, всех прочих, потом напали на Садамлян, обратили их в бегство и похитили все их имение, разделившись, напал на них ночью. для того-то, божественное писание и рассказало нам предварительно все это, сколько, то есть, они успели сделать силой своего мужества, чтобы ты познал, что патриарх поразил их не телесной силою, но с верою в Бога, огражда моей помощи свыше. Совершил это непосредством оружия, копьев, стрелы, натянутых луков, но своими только домочадцами. Но для чего скажешь, божественное писание показало число домочадцев 318? Для того, чтобы ты знал, что он взял не всех, кто только стучился, но домочадцев, которые воспитывались вместе с лотом, дабы они с большим усердием совершили мщение, сражаясь как бы за своего господина. Усматривай и безмерную силу Божию из того, как легко одержана победа. Напал на них, сказано, ночью сам, и отроки поразил их и погнал их. Преследовал их духовы. Вышняя десница ему помогала и споборала, а потому и не нужно было ему ни оружия, ни воинских хитростей, но едва только он явился со своими слугами, как одних из врагов поразил, других обратил в бегство, и то, и другое совершил с полным успехом. Никто не противодействовал ему, возвратил он и конницу царя Содомского и племянника своего лота, и все имущество и жен. Ведь, из-за чего Господь попустил одному лоту быть в плену, тогда как другие спасли с бегством, для того именно, чтобы и явно была добродетель патриарха. И ради лота получил спасение, получили многие другие. И вот возвратился Авраам с великими славными трофеями, ведя за собой вместе с лотом и конницу, и жен, и прочее имение, громко проповедуя перед всеми и звучнее трубы возглашая, что он сделал нападение и одержал победу не человеческую силою, не телесную крепостью, но все совершающие вышнюю десницею. Видишь, как праведник постоянно делается более и более славным, и каждый раз всем показывает Божие о нем проповедение. Посмотри, наконец, как он делается учителем благочестия и для садомлян. Когда он возвращался после поражения кедр-лаомера и царей, бывших с ним, царь садомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. Смотри, что значит быть добродетельным и пользуйся Божьим благоволением. Царь выходит навстречу страннику, старцу и воздает ему все по чести. Он узнал, что нет ему пользы и в царском достоинстве, когда нет у него вышнего поборника, и что никто не может быть могущественнее того, кому помогает десница Господня. И Мехиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. 382. Что значит это замечание? Царь Салимский и священник Бога Всевышнего. Был он сказан царь Салимский. Его описывает нам и блаженный Павел в послании к уверовавшим евреям 7.1 и обращая внимание на его имя и город истолковывает значение имени его с помощью слова производства говоря что Мелхиседек значит царь правды так как на еврейском языке Мелхи значит царство а Седек правда потом перешедшие к имени города называют Мелхиседека царем мира так как Салим значит мир священник же он был вероятно саморукоположенный таковы тогда были священники или ближние его предоставили ему эту честь по его престарелому возрасту или сам он заботился о принесении жертв как Ной как Авель как Авраам которые приносили жертвы с другой стороны ему предстояло быть и образом Христа каковым изображает его и Павел говоря без отца без матери без родословной не имея ни начала ни конца дням уподобляя Сыну Божию пребывает священником всегда но как скажешь возможно человеку без отца без матери и не иметь ни начала ни конца жизни ты слышал что он был образом и так не изумляйся и не ищи в образе всего он не был бы и образом если бы имел все что только свойственно самой истине что же однако значит сказанное об нем то что как он поскольку не помнил своих родителей называется не имеющим ни отца ни матери и поскольку не имел родословной безродословным так и Христос поелику не имел ни матери на небесах ни отца на земле называется и есть безродословным смотри же как через почесть оказанный патриарху внушается нам некоторая тайна вынес вынес хлеб и вину мелхиседек видя образ помышляй об истине и делись силе божественного писания как оно заранее и задолго открыло нам то чему надлежало быть впоследствии и благословил его и сказал благословен Авраам от Бога Всевышнего владыки неба и земли и благословен Бог Всевышний который предал врагов твоих в руки твои Авраам дал ему десятую часть из всего не только благословил его но и прославил Бога сказав благословен Авраам Богом Всевышним который создал небо и землю он открыл нам в творении могущества Божьи потому что если Бог есть тот кто сотворил небо и землю то уже не Боги те которым поклоняются люди язычники Боги сказаны которые на небесах и на земле ничего не сотворили да исчезнут Иеремия 10.11 благословен Бог который предал врагов твоих в руки тебе замечая как он не только восхваляет праведника но и указывает на содействие Божие потому что без небесной помощи Авраам не мог бы одолеть столь сильных врагов который предал сказано врагов твоих он то совершил все он сделал сильных слабыми он вооруженных не сложил через безоружных от него и зашла помощь даровавшая им такую силу видишь как писание выражает доброе расположение и любовь Авраама к Лоту как показывает что он врагов Лота считал своими врагами за то что они сделали его племяннику и дал сказано ему десятину от всего то же самое говорит и святой Павел видите ли как велик тот которому десятину дал Авраам патриарх 7.4 то есть из добычи которую Авраам нес с собой он уделил Мехиседеку именно делил ему десятую часть всего что нес и через это стал для всех наставником в том чтобы быть благодарными Богу и приносить ему в дар начатки от всего что он нам дарует затем царь Содомский изумленный великодушием патриарха говорит ему дай мне мужей а кони возьми себе то есть отдай мне люди а имени возьми себе но Авраам сказал царю Содомскому поднимая руку мою Господу Богу Всевышнему владыки неба и земли что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего что бы ты не сказал я обогатил Авраама велико презрение патриарха к богатцу для чего он склятывая отказывается от предлагаемого царем говоря поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему владыки неба и земли 383 двум вещам он хочет научить царя Содомского тому что он выше даров его чем и выказал великое любомудрие и тому что он желает быть ему наставником в богопочтении и как бы так учит его я ничего не возьму от тебя и призываю тебе во свидетели того кто сотворил все чтобы ты познал сущего над всем бога и не считал богами вещи сотворенные руками человеческими он творец неба и земли он даровал успех и этой брани и есть виновник этой победы и так не ожидай чтобы я решился взять что-либо из твоих даров я совершил отмщение не из-за награды но прежде всего по любви к племяннику а потом по долгу справедливости который обязывает исхищать несправедливо увлеченных в плен из рук их от нитки говорит до ремня обуви не возьму из всего твоего то есть ничего даже самого малого самого ничтожного потому что ремнем обыкновенно называется узкая верхняя часть обуви которая обыкновенно употребляет грубые народы потом представляет и причину почему он отказывается от даров что бы ты ни сказал я обогатил Аврама есть у меня податель бесчисленных благ я пользуюсь с помощью свыше и не имею нужды в твоем богатстве не нуждаясь в человеческой щедрости доволен благоволением ко мне божиим и знаю щедрость его в дарах уступив лоту мало и незначительное я удостоился великих и неизреченных обетований и теперь не принимая от тебя даров надеюсь приобрести большее богатство и большее благоволение божие для того то думай он употребил клятву сказав поднимаю руку мою господу богу всевышнему чтобы тот не подумал будто он только притворяется как это обыкновенно бывает но дабы познал то есть что он именно решился не воспользоваться и малой части из предлагаемого царем содомским и исполнил он заповедь данной Иисусом Христом ученикам даром получили даром давайте ягольд в этой брани не употребил своей стороны ничего больше кроме готовности и усердия а победу трофея и все прочее совершил господь своей силой потом чтобы царь не подумал будто Авраам не принимает от него даров по гордости и презрению патриарх являя в этом случае свою кротость и душевное любомудрие говорит кроме того что съели отроки и кроме доли принадлежащей людям которые ходили со мной Анер Эшкол и Мамри пусть возьмут свою долю им говорит позволю взять некоторую часть потому что они представили со своей стороны свидетельство великой дружбы ибо сии сказано были союзники Аврамовы то есть связаны были с ним узами дружбы как это видно из того что они решились разделять с ним опасности поэтому желая наградить их он позволяет им взять некоторую часть из добычи этим опять исполняет апостольский закон который говорит трудящийся достоин награды своей но им не позволяет он взять более чем нужно кроме того говорит что съели отроки кроме доли принадлежащей людям которые ходили со мною видите совершенство добродетели патриарха как он показал в отвержении богатства и любомудрие и смиренно мудрие и все сделал так чтобы не подумали будто он чтобы безопасно созидать нам здание добродетели то и добродетель когда она соединена бывает со смирением положивший в основание своей добродетели смирение может безопасно воздвигать здание до какой ему угодно высоты оно смирение есть величайшее ограждение стена несокрушимая крепость непреодолимая оно поддерживает все здание не позволяя ему пасть нет порыва ветров нет напора волн нет силы бурь но ставит ее выше всех нападений делает как бы построенным из адаманта и неразрушимым и на нас низводит щедрые дары от человека любивого бога им-то патриарх получил от бога столь великие обетования из последующих поучений вы если будет угодно богу узнаете как он и теперь за то что не принял даров от царя содомского удостоился великих и несказанных даров от бога и не он только один но и все другие праведники прославились через смирение в этом может удостовериться каждый из вас любящий упражняться в чтении священного писания человеколюбивый владыка наш когда увидит что мы не заботимся о настоящих благах и их дарует нам щедростью и наслаждение благами будущими предуготовляет и так обыкновенно бывает в отношении к богатству и в отношении к славе настоящей жизни и в отношении ко всем временным благам и так презрим настоящее богатство дабы приобреть богатство истинное презрим суетную эту славу чтобы удостоиться той истинной и прочной славы будем посмевать о настоящем благополучии чтобы получить те неизреченные блага за ничто будем считать настоящее чтобы быть нам способными воспламените любовью к будущему тому кто привязан к настоящему невозможно питать в себе любовь к тем неизреченным благам у него пристрастие к настоящему омрачает разум точно так как какая-нибудь нечистота залепляет телесные глаза и не позволяет ему видеть что нужно и наоборот невозможно чтобы тот кто питает любовь к тем прочным и неизменным благам имел пристрастие к благам временным которые прежде чем появятся отлетают и исчезают проникнутые любовью к Богу и питающие сильное желание будущих благ на настоящую жизнь смотрят другими глазами и знает что вся настоящая жизнь есть обманчивый призрак и нисколько не отличается от сновидений поэтому и блаженный Павел в одном послании своем сказал ибо проходит образ мира сего 1 Коринфянам 7.31 показывая что все человеческое есть только призрак и проходит как тень или сон потому что не имеет в себе ничего истинного и твердого не детскому ли же уму свойственно гоняться за тенью гордиться сновидением и привязываться к тому что мгновенно исчезает ибо проходит образ мира сего когда ты слышал что проходит то для чего же еще ищешь благ мира когда ты слышал что все человеческое есть только призрак не имеющий истины то зачем добровольно сам подвергаешь себя обольщению почему размышляя о переменчивости и непрочности здешних благ не презираешь их и не устремляешь своего желания к тем благам постоянным твердым прочным и не подлежащим никакой перемене чтобы постигнуть тебе мудрость учителя вселенной посмотри какое выражение в другом месте он употребил когда хотел показать что все даже и самая славная настоящая жизнь есть есть ничто ибо видимое украшли на огромное богатство на славу знатность первенство господство на самое царство на облеченного диадему и на высокий трон все это видимое говорит временно является на краткое время и ненадолго доставляет нам наслаждение так чего же ты хочешь заставить нас искать если все видимое временно тех говорит невидимых благ не этих видимых но тех которых не видят телесные очи но кто же скажи убедить нас пренебречь видимых и искать невидимого самая говорит природа вещей пусть учит вас тому что здешнее благо хотя и видимое но скоро приходит а тамошнее хотя теперь и невидимы для нас но вечны имеет бытие непристающее не знает ни предела ни конца никаких либо перемен всегда прочны и непоколебимы может быть я представляюсь уже и тягостным потому что каждый день предлагаю советы но что же мне делать велика зараза греха велика сила любостяжания заметна скудость добродетели поэтому хочу я хоть беспристрастными увещаниями одолеть недуг и привести к совершенному здоровью приходящих сюда для того и изъясняет писание стараюсь и представляю образцы добродетели праведных и не перестаю часто повторять вам одно и то же чтобы как нибудь расположить вас к подражанию праведникам подумаем же хоть и поздно о нашем спасении воспользуемся как следует данным нам времени настоящей жизни и пока есть время поспешим к покаянии исправлении своих грехопадений употребим избыток своих спижаний на пользу своих душ и что нам не нужно то отдадим нуждающимся для чего скажи мне позволяешь ты быть снедаемого ржавчиной золото и серебру которое следовало бы передать в руки бедных что положив их в это безопасное хранилище в свое время когда особенно будешь нуждать их помощи мог ты получить от них пособие напитанные тобой здесь они в тот день отверзут тебе двери дерзновения и примут тебя в вечные кровы свои не допустим так же чтобы и одежды наши снедаемые были молью или без употребления тлели в кладовых когда столь многие нуждаются в одежде и ходят почти ногими предпочтем моли наготствующего Христа и оденем его неимущего одежды ради нас и нашего спасения чтобы удостоившись одеть его услышать нам в тот день наг был и одели меня уже ли обременительный тягостный эти заповеди эти блага говорят они заповеди гибнущие согнивающие напрасные без нужды расходуемые постарайся употребить с пользой чтобы тебе не потерпеть убытка от их потери а приобреть от них напротив величайшую прибыль крайне и даже безмерно бесцеловечно тратя столь много для своего наслаждения излишне заключать в сундуки и кладовы не желать облегчить нужды единокровных отдавать лучше ненужное нам на съедение моли или червям на расхищение ворам и подвергнуться за это наказанию чем распорядиться им по надлежащему и получить за то награду не будем умоляя простирать до этого нашу беспечность о спасении своих душ но уделив излишне бедным приобретем себе за благовременно великое дерзновение да удостоимся насладиться неизреченными теми благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу со Святым Духом слава держава честь ныне и пресно и во веки веков Аминь